19 глава наконец-то приходит к горе и все приходит как бы к началу исхода то есть это приходит как бы к тому смыслу что когда господь сказал что ты выведешь народ из земли египетской и они придут к горе чтобы поклониться мне или и люди слышали это от начала когда они были в египте они они как бы но это этот образ горы который блок их призывает он был очень далек потом они встретились с тем что фараон уже ухудшил их жизнь и что произошло вот это видение горы которая им предстоит прийти она все угасала и угасала но они вышли из египта и снова как бы усилилась это этот образ горы которые они шли этой цели потом опять эти проблемы которые сопутствовали на пути некоторые испытания которые господь поставил на их пути и также искушение которое ставил дьявол и вот они пришли горе и тут как бы такое предвкушение нарастает в сердцах в третьем стихе говорится что моисей поднялся на гору и господь сказал что как я носил вас на орлиных крыльях принес вас к себе ну это интересное такое выражение которое бог говорит крылья орла когда часто когда думаем о крыльях орла представляем себе такое легкое свободное парение без всяких проблем но на пути были проблемы и высая 40 40 главе 31 стихе написано что те кто надеется на бога они расправят крылья как орлы и они потекут и не будут бояться будут ходить и не не устанут очень но разные как бы препятствия испытания разные уровни этих испытаний но все равно продолжающийся путь вперед если этот стих сопоставить стихом из исаи получается что можно быть пребывать на крыльях орла и все равно иметь проблемы но потом господь говорит что если послушаете голоса моего и будете соблюдать завет мой тут как бы его библии говорится что не просто будете уделом а написано что вы будете сокровищем из всех народов и будете царством священников помните что израиль уже стал народом божьим этот ягненок пасхальный был символом завета с богом они теперь принадлежат богу это обещание не касается того что они станут народом божьим но здесь имеется ввиду что если вы будете дальше продолжать путь со мной то исполните судьбу людей божьих и в восьмом стихе народ говорит что все что господь сказал исполнил господь говорит моисею чтобы они приготовили себя чтобы не подходили горе чтобы очищались в течение трех дней мыли свои одежды не спали с женами шестнадцатый стих говорит о том что на третий день утром громы и молнии были и густое облако над горой и трубный звук и вострепетал народ бывшие в стане и 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 некоторые еврейские традиции Ну, как бы, больше раскладывают это все, ну, и объясняют. Давайте об этом чуть поговорим. Раввины говорят, что 70 граней Торы существует, как у Брианта 70 граней, например. И они говорят, ну, можно поворачивать, поворачивать, поворачивать. И каждый раз, когда смотришь на Тору, то видишь что-то другое. И сказали, что есть разные способы объяснения, интерпретации. А, пашат, это значит просто, ну, этот, буквальный смысл. Which word? Remed. Remed. Remed – это аллюзия, ну, то есть, как бы, ну, объяснение, интерпретация. Again. Drush – это, как бы, углубление. Secret. А, sod – это значит, что-то спрятанное. Ну, и, как бы, такая аббревиатура, получается, пардс, который говорит о различных способах интерпретации. Это одна из, как бы, идей, которые ты, как раз, вот сейчас я озвучил. Много мест Писания, о которых раввины, как бы, которых рассуждают и рассуждения свои высказывают, но такого именно конкретно нет в тексте. Но они, как бы, находят это через аллюзии на что-то другое. Ссылки. Ну, как бы, например, что вот это слово похоже на другое слово. Эти идеи похожи на, вот, другие идеи. И иногда, действительно, достигают чего-то хорошего. А иногда это просто, ну, трепня. А, и мы говорим, что невозможно, чтобы такое было. Но здесь есть одна очень сильная вещь. И они поворачивают, и поворачивают, и поворачивают. Они всегда ищут больше в тексте. И это хорошая сторона. Но иногда это просто, ну, мы не можем до конца понять, что имел в виду автор. Это его воображение. Но иногда вот так вот рассматривая, рассматривая больше Тору. Мы достигаем каких-то очень глубинных вещей в тексте. И в 16 стихе говорится, что вострепетал весь народ. В 18 стихе говорит о том, что гора покрылась дымом и огнем. И гора тряслась и трусилась. И говорится, что сошел Господь на гору. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы они не порывались к Господу. А Моисей говорит, да я уже им сказал. Господь говорит, нет, все равно нужно спуститься. И Моисей спускается. И написано, что Господь все это сказал. Эссер Деварим. А, 10, ну да, 10 заповедей. Давайте на них быстро пройдемся по ним. Тут есть такое раввенитическое высказывание. Говорится о том, что есть 613 митсвот в Торе, то есть на заповеде. Но говорится, что можно их превратить в 10. Ну, другими словами, что эти 10 заключают в себе все остальное. А потом говорится, что можно их переделать еще в 3. 10 этих 10. Михей, 6 глава, 8 стих. О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. Другими словами, они говорят, что весь смысл Торы вот в этом стихе, Михей 6, 8. А потом они говорят, что еще можно свести все к одной заповеди. Аввакум 2, 4. Праведный своей верой жив будет. И этот стих, ну, ссылка на этот стих Брит-Хадаша. И Павел цитирует это. Он говорит, что это самый важный стих. Но он не говорит, что все остальное не важно. Но он говорит, что это смысл всего. И в этом смысле мы имеем 10 заповедей и 613. Понимаете? В Римлянам 13 главе Павел говорит, что самая великая заповедь — это любовь. Некоторые христиане говорят, нам не нужно 10 заповедей. Нам не нужен закон. Но что Павел говорит? А он говорит, что же такое любовь? Любить — это значит, например, не грабить своего ближнего, не прелюбодействовать, не убивать, не лгать, не завидовать. Павел говорит о том, что любовь — это не то, что мы себе представляем о любви. А любовь имеет конкретную форму, выражение. Нельзя как бы обвинять другого человека, используя Тору. И говорить, что ты действуешь с любовью. Понимаете? Ну, в смысле, что нельзя как бы отрицать Тору и говорить, что ты любишь людей. И Павел говорит, что Тора — она духовна. Где-то в 6-7 главе. И Павел говорит, что закон, то есть Тора, она свята, справедлива и хороша. И Павел говорит в Галатах, что нет проблем с Торой. Проблема в нас. Как Господь начинает 10 заповедей? С чего начинает? Второй стих. Говорится, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Многие люди думают, что Господь дал нам закон для того, чтобы вы просто спаслись. Абсолютно неправильное понимание. Евреи никогда в это не верили. И Новый Завет нас этому не учит. Вначале Бог говорит, что вы уже мой народ, а я уже ваш Господь. И вот правила взаимоотношений. Вот как мы строим наше сближение, наша близость. Итак, первое, никаких богов. Второе, никаких идолов, никаких изображений. Третье, не использовать напрасное имя Бога. Четвертое, Шаббат. Пятое, почитать Отца и Мать. Шесть, не убивать. Седьмое, не прелюбодействовать. Восьмое, не воровать. Девятое, не лжесвидетельствовать. И десятое, не завидовать по поводу того, что имеет твой ближний. И все остальное Тора, это как бы объяснение и толкование вот этого. С восемнадцатого по двадцать первый стих. Говорится, что гора была в огне, в дыму был звук трубный. И люди напуганы были. Что они говорили? Они сказали, что мы больше не можем этого слышать, слишком страшно. Иди, поговори ты с Богом, потом поговори с нами, и мы и так поверим, что это Бог сделал. Но Моисей сказал, что не переживайте, это Господь делает для того, чтобы проверить вас. Представьте себе, Господь явно говорил, и все люди слышали. А что люди сказали на это? Слишком много для нас. Нам нужен кто-то, кто может быть в Божьем присутствии, в очень страшном месте, и будет нам говорить, что Бог говорит. Это как будто бы люди, другими словами, просили о том, чтобы был установлен институт пророчества. Понимаете? Вот что произошло. Не все могли слышать Бога и слова Его все время. Но Бог говорил с личностями, которые потом дальше говорили людям. С другой стороны, или другой аспект, с которым можно подойти к этому вопросу, это то, что люди попросили посредника. Чтобы кто-то был между ними и Богом. Я общался с многими евреями. Они говорят, что у вас есть Ишуа, он ваш посредник. А иудаизм не нужен посредник. Но я как бы укажу на это еще через другие моменты. Даже моя родная мать, пусть будет благословенно ее сердце, до сих пор говорит, что я, ну, взойду к Богу. Дойду до вершины. Но быстро сейчас скажу кое-что. Есть три посреднические роли в Израиле. Один — это пророк. Второе — это священник. А третья личность — это царь, который правит в Божьем месте. Ну, как бы он наместник, потому что настоящий и единственный царь Израиля — сам Бог. Все эти три роли полностью воплощены в Ишуа Мессии. Но два или три раза в истории Израиля один человек как бы исполнял все эти три роли. И Моисей — один из них. Он был пророк. И он был священник. Сначала он делал всесожжения и учил Аарона, как их потом совершать. И во Второзаконии 32 сказано, что он был и царем, и лидером. Очень интересно. Перед тем, как мы перейдем к конкретным заповедям еще, давайте поговорим о Завете в общем. Шесть элементов Завета есть. В английском очень все классно работает, потому что все начинается с одной буквы. Призвание, Конституция, Формирование, Завет, Сострадание, Ктуба или документы браки и посвящение. Давайте каждый раз смотрим. Призвание. Они уже были призваны, они были народом Божьим. А призвание заключалось в том, чтобы благословить все народы. И теперь люди приходят к горе Синай получить более глубокое понимание того, что это значит. Потом есть Конституция, как в Америке, например, есть документ, который был принят и по которому мы живем. Мы также имеем Конституцию. Продолжение? То есть, Тора, она является своего рода Конституцией. Многие христиане часто говорят, что иудаизм, он слишком законнический. Но если Бог дает законы, эти законы должны быть истолкованы и должны быть применены. разные есть обстоятельства, которые приносят разные аспекты в разные ситуации. И, конечно, нужно иметь четкое понимание, как пользоваться этими предписаниями и законами. Затем, Тора — это Завет. А Завет — это как бы такая декларация отношений. то есть, Тора, она говорит об отношениях. То есть, Тора — это не просто такая накидка закона. Кто-нибудь слышал имя Хамараби? Ну, эти законы Хамараби. Он был царем в Вавилоне 300 или 500 лет до этих событий на Синае. Ну, это был просто как бы закон. И точно так же многие христиане думают о Торе. Но подумайте вообще об этом вообще сильном различии между просто законом и Заветом. Ну, как бы, вот этот закон — это просто список правил. А Завет — это гарантия взаимоотношений. Закон — это просто сила, власть и страх. А на другой стороне в Завете мы имеем благодать, милость и отношения и любовь. Закон — это просто такой свод правил, регулирующих жизнь для того, чтобы выжить. Завет — это путеводитель для гармонии в отношениях. Закон, он как бы, он просто есть, и он не... Он заставляет, как бы, то есть ты не можешь выкрутиться. Он безусловный, да. Ты не можешь соглашаться или не соглашаться. А Завет предполагает, что ты соглашаешься, ты вступаешь в него сознательно. Закон просто движим страхом. Завет — благодарностью. Закон дан только, чтобы избежать наказания. А цель Завета — чтобы достичь единства, благословения и взаимоотношений тесных. Понимаете разницу? Конечно, в Торе есть также и предусмотренные наказания за определенные вещи. Но раввины знали разницу. Они знали, что есть выбор быть рабом или сыном. Поведение сына заключается в том, что ты делаешь, это потому, что ты хочешь. А раб делает так, потому что должен делать. Четвертое слово — это сострадание. Вся Тора полна словами и упоминаниями о том, что Бог, Он сострадателен, Он любит нас и Он имеет милость к нам. Так же Тора действует как туба. Вы все знаете, что это такое, да? Документ о совершении брака. Можете записать сейчас местописание, потом прочтете. Иеремия 31, 32, Исайя 54, 5-8, Исайя 54, 5-8, Исайя 54, 5-8, Исайя 2, 2-8, Исайя 2, 2-8, И последнее — это посвящение. В Завете мы имеем Божье посвящение и обещание быть с нами до конца, чтобы привести нас к совершенному исполнению Его плана. Вот понимание, которое нам стоит иметь в отношении Торы. Это не просто свод законов. Давайте рассмотрим теперь с 21 по 23 главу называемая Книга Закона. Этот раздел называется Мишпатим. Это как бы индивидуальные законы, которые потом объяснены дальше. Например, второй стиль говорит, что если купишь раба-еврея, пусть он работает 6 лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром. Давайте на секунду поговорим о идее библейской идее служения или значение быть слугой. Идея заключается в том, что слуга и раб это не одно и то же. Слуга не является рабом, не бесправным рабом пожизненно бесправным. Есть, конечно, в истории культуры, в которых именно правила, касающиеся рабов, заключались именно в этом. В Европе, например, в древние времена. В Америке тоже был институт рабства. Но и это закончилось гражданской войной. Но в Торе это больше экономические отношения. Здесь написано, что если ты покупаешь слугу еврея, как так получилось, что его продают? Глава на прошлой неделе, которая была недельная глава Тора, говорит немножко об этом. Если еврей становится бедным, он продает себя. Что это значит? Он продает как бы свое время и свой труд. И он знает, что к седьмому году он уже будет на свободе. То есть, тот, кто покупал еврея, покупал, по сути, его время шесть лет его жизни. То есть, именно его время и работу. это такой слуга, который продает себя, свое время и свой труд, чтобы отработать долг. Двенадцатый стих. То есть, но есть разница между убийством и смертью просто человека. обычно, природная. То есть, если кого-то произошло, или случайно убийство. Если произошло убийство намеренно, без причины, то это убийство. И за это смертная казнь. Но если убийство происходит несчастный случай, это не убийство. Может быть, за это как бы штраф. в Штатах. в Штатах. Если ты за рулем пьяный, и из-за этого случается авария, в которой кто-то умирает, это не убийство, но это... это не преднамеренное убийство, скажем так. Но это не несчастный случай, это не преднамеренное убийство, и за это как бы есть наказание, но не такое строгое, как преднамеренное. человек пьян, и он действительно виноват в чем-то плохом. А может быть так, что работаешь в доме, и часть крыши, там водосток или козырек, нахуй, держишься. Но и ты не был осторожным, и он упал, этот козырек, и убил кого-то. Он такой же мертвый, как и в первом случае, но у тебя нет такой вины. То есть, каждый закон как бы раскрывает все вот эти моменты и аспекты. И здесь есть тоже в Торе вот эти объяснения. 22 стих. Когда дерутся люди, ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, имеется в виду чаще всего женщине, то виновный должен уплатить пеню. Был недавно урок иудаизма, иудейская этика. И одна сессия была об абортах. И вот здесь был один из, то есть, в этом использован был именно этот текст. как выглядел вообще вот эти занятия. рассматривали несколько стихов из Библии. в талмуде написано, что в талмуде написано, что в талмуде написано, что талмуд говорит. Потом иудейские писания брали. И еще смотрели, какой подход именно евреев к этому. то есть, традиционная позиция иудаизма против абортов. И здесь написано, что здесь двое мужчин дерутся, и по неосторожности происходит выкидыш. и за это штраф. Но если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку. Такси ждешь, чтобы в зал поехать. А, сегодня вообще-то я буду кататься на велике. И моя сухая сухая футболка станет потная полностью. Потная и раввины как бы поняли, что вот этот текст нельзя воспринимать буквально. Они изначально знали, что за этот должен быть штраф установлен. Поэтому никогда в иудаизме не было такого, что кто-то говорил, слушай, это из-за тебя, ему глаз выкололи, поэтому иди сюда. Даже в законах Хамураби есть вот эти вот штрафы тоже. И поэтому судьи определяли эквивалент потери. И что здесь как бы, ну здесь на самом деле говорится о том, что есть предел для компенсации. То есть нельзя попросить именно все-все-все на свете, а конкретно есть установленная цена, больше которой нельзя. Например, что глаз более ценен, чем зуб, например. Потом законы о том, как контролировать животных. Но это даже и сейчас работает, даже если нет... не касается крупного скота, но, например, если есть собака. Если кого-то она кусает, вы отвечаете. Но если собака никого не кусала, и если никто не тренировал, чтобы она была такой боевой собакой, чтобы она кого-то кусала, можете... ну, в принципе, быть спокойным, что ничего не случится. Но если до этого собака уже кого-то кусала, и вы знаете об этом, и снова собака кого-то укусила, поэтому таким образом вы несете ответственность. Нужно уплатить еще больший штраф? Вспомнил историю, но не расскажу. Потом дальше говорится о том, что происходит, если вор украл имущество, если он пойман, как он должен это возместить. в некоторых случаях должен был возместить намного больше, чем украл. Представьте себе, если нужно вернуть только то, что украл, то нет как бы дальше мотива не красть. такой человек мог сказать, ну окей, украл, поймали, я вернул, все нормально. Но если украл, тебя поймали и должен уплатить еще много сверху, там пять валов за одного, это много. Другими с вами можно пойти украсть валов. и пользоваться им год может принести тебе денег. А потом пошел к хозяину и сказал, вот тебе твой вал, я его украл. Но хозяин-то потерял деньги за этот год. Значит, за это должно быть возмещение большое. 22 глава, 16 стих. если обольстит девственницу необрученную и переспит с ней, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. Это один из стихов в Библии, который объясняет кое-что. в этом стихе имеется ввиду, что секс предназначен для брака. Нет такого стиха в Торе, где написано опять не надо переводить. Итак, дело в том, что если мужчина переспал с женщиной, и она была девственницей, ты должен на ней жениться. Только если отец отказывается. Например, отец говорит, что я не хочу, чтобы этот человек был моим зятем. В этой культуре женщина, девушка, которая не замужняя и не девственница, намного менее ценна. Понимаете? в другом месте в Торе, не помню, где именно, говорится, что если ты женился на женщине и думал, что она девственница, а оказывается, что она нет, значит, ее нужно наказать. по-моему, нужно было побить камнями. Еще несколько вещей в 22 главе. Две. 21 стих. Пришельцы, не притесняй, не унитай его, ибо вы сами были пришельцем в земле египетской. И больше, чем одно место в Торе есть, которое именно говорит тоже об этом. То есть, это человек, который не похож на тебя, ты не должен его притеснять. Человек, который посещает твою страну, не должен быть угнетаем. и ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то, когда они воззапьют ко мне, я услышу вопль их. Тора полна местами, которые говорят о том, что она защищает людей, которые слабы в этом обществе. Иностранцы, вдовы, сироты. И здесь говорится о том, что сильные и те, кто у власти не имеют права притеснять бедных и слабых. Останавливаемся оттуда.